Так, где проявляется холодно-ядерный синтез? Во-первых, при плавке металла. Известно это в древности, этим занимались алхимики. Во всяком случае, известно, что в Египте, в Древнем Египте, получали каким-то образом золото необыкновенной чистоты. Этим же занимались алхимики в Средневековье, этим же занимался Ньютон. Имеется основание говорить о том, что Ньютону удалось получить достаточное количество золота для того, чтобы увеличить золотой запас Англии. В то, что это не сказки, подтверждается экспериментами, которые поставлены уже были в 90-х годах и в начале нашего века. Если кто помнит, в семинар Анатолия Павловича Смирнова у нас приходили сотрудники Политехнического института и демонстрировали результаты плавок в специальных высокочастотных печах, куда в определенный момент времени в расплав всыпали дополнительные компоненты. В расплаве происходили вспышки, образовались новые элементы. Были показаны образцы сплавов, где были зерна золота и других драгоценных металлов. Такими же вещами занимались такие известные люди, как Болотов и Хатыбов на Украине и так далее. Более того, что касается Болотова, в Украине даже был организован институт, который должен был бы заниматься увеличением золотого запаса Украины. Но, естественно, зарубеж не дал развиваться этому направлению. Давно обнаружен эффект холодного синтеза или трансмутации элементов в двигателях внутреннего сгорания. В США, Европе, Австрии известно множество изобретателей, которые довели двигатели внутреннего сгорания до работы, когда потребляется бензина в десятки и в сотни раз меньше, чем требуется по теплоте сгорания. То есть реализация трансмутации элементов и холодного ядерного синтеза в двигателях внутреннего сгорания давно достигнута. Я думаю, многие помнят Евгения Ивановича Андреева, который у нас многократно выступал и который довел малолитражный автомобиль до промышленного образца. Этот образец, как известно, демонстрировался на выставке «Экспо» в Париже. Об этом у них написаны вместе с Анатолием Павловичем Смирном соответствующие статьи. Естественно, что все эти направления по разработке таких двигателей внутреннего сгорания были уничтожены, и здесь наблюдается наибольшее число убитых изобретателей и промышленников в этом направлении. Третье направление. Холодно-ядерный синтез на катализаторах. По-видимому, такой первой известной работой является работа Филимоненко 1958 года. На ее основе была создана программа «ТрехК». То есть три руководителя – Курчатов, Королев и Келдыш – должны были бы запустить эту программу в энергетику и в космическую отрасль. Но, как говорит известный историк Андрей Фурсов, по всей видимости, это была последняя попытка спасти Советский Союз. Наша пятая колонна не позволила привести эту программу в действие, и наши научные структуры признали, что американцы были на Луне. Вот это было начало предательства Советского Союза. По Стопан Филимоненко пошли флейшман и понц. И в Америке, в США работы были поставлены на широкую ногу, но все они вскоре были задавлены. Несколько десятков изобретателей было уничтожено. Ну, а в последние годы получили известность работы Андреа Росси, против которого тоже были осуществлены провокации. Но, тем не менее, он в прошлом году созвал специальную конференцию в Швейцарии в надежде на то, что его работы будут поддержаны. Но в результате он был вместе с сотрудниками вывезен в США, где его патенты были положены, по сути дела, под сукно. И что творится с работами Андреа Росси сейчас непонятно. Все засекречено. Работы Росси были, как известно, повторены успешно в России. Ну, работы по холодному ядерному синтезу на катализаторах также сопровождались многочисленными убийствами изобретателей и ученых. Четвертое направление. Холодно-ядерный синтез живых организмов. Ну, тут множество экспериментов. Скажем, в растворе растут ракушки, в растворе не присутствует кальций, в ракушках он появляется. Куриц не кормят кальцием, кальций появляется в скорлупе. В растениях, которые выращиваются на гидропонике, где присутствует только азотное удобрение, появляется углерод. Также углерод появляется в деревьях. Скажем, сосны прекрасно растут на песке. Подсчет показывает, что углерода, который содержится в воздухе, недостаточно для роста деревьев. Ну и, разумеется, хиас присутствует у млекопитающих, скажем, у человека, что было зарегистрировано еще очень давно во французском центре ядерных исследований. Человек садился на велоэргометр и мерился изотопный состав воздуха, который он выдыхал, и получало, что при большой физической нагрузке появляются новые изотопы. Естественно, когда мы говорим о живых организмах типа человека, то ответственными за холодный ядерный синтез должны быть бактерии, потому что бактерии – это основные переработчики пищи у человека и у животных. Ну, а, наконец, недавно российские биофизики презентовали свои разработки в Швейцарии. Довольно хорошо известный факт. Но теперь утверждается о том, что эти разработки будут использоваться исключительно в медицинских целях. То есть тем самым наши российские биофизики стараются себя обезопасить. Что из этого выйдет, посмотрим. Пятое. Холодно-ядерный синтез при взрывах проволочек, фольк, гидроударе, кавитации. Очень много работ по этим вопросам. К ним же относятся установки Потапова и подобные им теплогенераторы. Шестое. Холодно-ядерный синтез при образовании полезных ископаемых. Что уже признано множеством геологов. То есть те полезные ископаемые нефти, газа, металлов. Есть результат холодного ядерного синтеза. Когда месторождения забрасываются, то через несколько десятков лет они становятся опять действующими. То есть холодно-ядерный синтез в месторождениях идет постоянно. Таким образом, холодно-ядерный синтез уже давно стал не просто экспериментом, а широко используется на практике. Почему же тогда о холодном ядерном синтезе в Википедии написано ложь? Почему технологии холодного ядерного синтеза практически запрещены? Главная причина запрета описана в знаменитой книге Джона Коллимана «Комитет 300», которая была издана более четверти века назад. Главная причина – это строительство нового мирового порядка, глобального фашистского режима. Холодно-ядерный синтез практически уничтожает эту человеконенавистническую программу, поскольку дает в руки человека огромное количество энергоресурсов и возможность получать новые материалы. Таким образом, миф о недостатке ресурсов полностью опровергается. Так вот, кто стоит за решением о запрете таких технологий? Оказывается, что это решение принято на уровне хозяев печатного станка. Они же являются и вершиной мировой пирамиды масонской власти. А масонство, как известно, это Всемирная церковь Люцифера, которая ответственна за строительство нового мирового порядка. Ну а что касается России, то организация, которая запрещает эти технологии, это Комиссия по борьбе с лженалукой, организация масонская. Почитайте, как они рекламировали гуманистический манифест 2000. Это практически фашистский, человеко-ненавичнический проект построения нового мирового порядка. Они продерживают трансгуманистические технологии, внедрение ГМО, однополых браков, секс-воспитание, чипизация населения и другие атрибуты нового мирового порядка. Ну, может быть, меньше политики? Да, теперь что касается особого статуса Швейцарии, чтобы вы понимали, почему так происходит, что именно в Швейцарии дается ход новым технологиям. Я подробно не буду распространяться. Дело в том, что миром правят представители венецианской черной аристократии, а в Швейцарии, в Цюрихе правят генуэзцы. Поэтому в Швейцарии наблюдается такой паритет мировой власти. И если вспомнить Гитлера, который отказался аннексировать Швейцарию, то это связано просто с тем, что Швейцария, в отличие от других стран, противодействовала Гитлеру. И Гитлер понял, что ввязываться в войну с Швейцарией, где действовала сильнейшая национальная гвардия, это ввязываться в многолетнюю горную войну. Несколько лет назад в Швейцарии проходило заседание Брюльдеберского клуба. Так вот, после того, как охранники этого клуба противодействовали швейцарским полицейским, генпрокурор Швейцарии отдал указ об аресте организаторов этого Брюльдеберского совещания. Совещание было сорвано. Ни в одной другой мировой стране мира такое невозможно. Надо вспомнить и о том, что в Швейцарии был дан зеленый свет технологиям Тистатика, Баумана, технологиям фирмы Перен-Деф. Через Швейцарию проводил свои технологические проекты подлоубитый Стефан Маринов. Ну и надо вспомнить нашего коллегу Криса Маркса, который неоднократно выступал на наших конференциях. Пожалуйста, читайте его работы и попытайтесь понять, что происходит в мире. Крис Маркс очень сильно продвинулся в этом вопросе. Но на Швейцарии проводится нажим. И вот как я уже сказал, это привело к тому, что Андрей Росси сотрудниками был вывезен в Штаты. Но справедливости надо отметить, что кроме вот таких политических причин существует и научная причина негативного отношения к технологиям холодного ядерного синтеза. Во-первых, это невозможность реакции в рамках принятых представлений. То есть необходимо преодолеть кулоновский барьер и малые сечения реакции. Ну и самое страшное, это необъяснимость энерговыделения. Дело в том, что, скажем, в технологии Андреа Рости накапливается изотопник или 62-й, что вообще говоря, энергетически невыгодно. И другие исследования приводят к тому, что энерговыделения при холодном ядерном синтезе вовсе не объясняются дефектом масс. То есть энерговыделение носит совершенно другой характер. Вот, чтобы понять, что происходит при холодном ядерном синтезе, обратимся к другим подобным явлениям. Наверное, все видели, как кончает жизнь спираль в лампе накаливания. Происходит ярчайшая вспышка. Очень часто от образующейся ударной волны лопается колба лампы. Так вот, при этом взрыве яркостная температура участка спирали длиной в несколько миллиметров достигает 30 тысяч градусов, а мощность энерговыделения превышает 50 киловатт у 100 свечевой лампочки. Такой ток не может обеспечить сеть в доме. То есть сопротивление проводки не позволяет получать такие большие энерговыделения. Второе. Дополнительное энерговыделение при воздействии ультракоротких лазерных импульсов на мишени. Тут очень большое число работ, где получены такие энерговыделения. В последнее время, как известно, получен эффект ускорения радиоактивного распада под воздействием мощных лазерных импульсов. Третье. Необъяснимое энерговыделение при ядерных испытаниях. Об этом я много раз рассказывал. Самое страшное произошло при испытании так называемой царь-бомбы, когда энерговыделение превысило расчетные примерно на 5 порядков. Ядерный шар горел примерно 3 часа и достиг диаметра в 7 километров. Ну и четвертое. Реальные фазовые переходы. Дело в том, что физика реальных фазовых переходов совершенно противоречит принятой теории Гинсбурга-Ландау и другим подобным теориям. И с огромной точностью описывает реальные фазовые переходы. Теория Анатолия Павловича-Смирнова. К сожалению, она до сих пор неизвестна широкому кругу физиков. По той причине, что академик Гинсбург не позволил опубликовать его работы в научных советских журналах. Ну и пятое. Это так называемое фазово-переходное излучение. С Анатолием Павловичем-Смирновым мы работали в этом направлении несколько лет. Опубликовали несколько работ. Излучение, которое сопровождает фазовые переходы, вот такие, как при взрыве проволочек, при плавке титана, при конденсации воды, это есть сверхизлучение. То есть образуются пикосекундные импульсы излучения. Такое же происходит и при кавитации. Длительность импульсов излучения при кавитации также пикосекундная. Вот немножко о теории Анатолия Павловича-Смирнова. Она имеет очень общий характер. Применима не только для фазовых переходов, но и для химических реакций, и для ядерных реакций. В конце концов, природа у всех этих явлений одна и та же электромагнитная природа. Вот здесь на графике показан зависимость логарифма отношения n к n-n, где n маленькое – это число частиц, совершивших фазовый переход, а n большое – это полное число частиц в системе. Вот любая система ведет себя таким образом. Это и при фазовых переходах, и при химических реакциях. А вот здесь, между двумя параметрами, это, скажем, может быть температура, давление или какой-либо другой параметр, с помощью которого регулируется фазовый переход, происходит почастичный переход атомов или молекул из одной фазы в другую. Вот так, как ступенька. Так вот, оказывается, если фазовые переходы происходят очень быстро, сопровождаются излучением, то эти переходы идут большими ступеньками. Причем энергия этих переходов высвечивается в виде пикосекундных импульсов, и процесс носит коллективный характер. То есть, одновременно происходит фазовый переход у десятков или даже у сотен тысяч частиц. Это экспериментальный факт. То же происходит при кавитации и других явлениях. Естественно, если можно ожидать, что такое же должно иметь место и при ядерных реакциях. Следующее. Эффект гистерезиса масса. Об этом я тоже многократно рассказывал. Да, вот еще картинка, как формируются пикосекундные импульсы. Здесь К – это число частиц в верхнем состоянии возбужденном. Ку-нолик – это начальный уровень спонтанного излучения. И вот по мере перехода частиц из одной фазы в другую происходит вот такой очень быстрый рост мощности излучения. Ну и длительность вот этого мощнейшего излучения имеет пикосекундную длительность. То есть, на много порядков ускоряются скорости всех реакций. В том числе и оптических переходов, и можно ожидать, что и ядерных переходов. Ну а теперь эффект гистерезиса массы. Об этом я тоже многократно рассказывал и пытался объяснить, что этим эффектом объясняются чудовищные энерговыделения при высотных ядерных взрывах. Так вот, что происходит в высокотемпературной плазме. Электроны ускоряются настолько быстро, что не успевает подстроиться их масса под скорость. В результате они могут переброситься через световой барьер. Вот он здесь показан в штриховой линии. Вот эта линия – это кривая, соответствующая специальной теории относительности. А вот это соответствует теории хэвисайта для сверхсветовых частиц. Если заброс происходит в область очень больших скоростей, чем, скажем, занимался Тесла, то обратный переход при торможении электронов сопровождается многократным увеличением их энергии. Энергия берется из эфира за счет того, что давлением внешнего эфира сжимается их магнитное поле. Таким образом, электроны, участвуя в таком или в таком гестерезисном цикле, получают дополнительную энергию из эфира. И этим, в общем, и объясняются дополнительные энергии как при ядерных взрывах, так и при воздействии мощного лазерного излучения на мишень. Теперь, собственно, выводы. Что касается обычных ядерных реакций, то здесь сверхизлучение невозможно. По той простой причине, что для формирования импульсов сверхизлучения требуется размер областей, где частицы начинают участвовать в коллективном движении, больше, чем длина волны. Для коротковолнового излучения, которое соответствует обычным ядерным превращениям, такое невозможно. А вот для низкоэнергетичных ядерных реакций с выходом в сотни электрон-вольт, такое вполне возможно. Так что причина дополнительного энерговыделения – это тот же самый эффект гестерезиса массы. Причем конечный продукт реакции может совершенно быть энергетически невыгодным. То есть причина дополнительного энерговыделения лежит не в дефекте массы, а в эффекте гестерезиса массы при движении частиц в сильнейшем поле пикосекундного излучения. А напомню, что это поле настолько сильное, что при воздействии пикосекундных лазерных импульсов на металл наблюдается даже автоэмиссия электронов. Таким образом, объяснение эффекту холодного ядерного синтеза сводится к тому, что за счет фазировки излучателей в областях, которые содержат десятки или сотни тысяч частиц, формируются импульсы сверхизлучения, скорость переходов увеличивается на несколько порядков, при этом наблюдается дополнительное энерговыделение за счет эффекта гестерезиса массы. И все это сопровождается выходом новых элементов и изотопов. Причем эффект дополнительного энерговыделения вовсе не связан с дефектом массы. Что касается живых организмов, то здесь, естественно, главенствующую роль играют бактерии, которые накапливают определенные изотопы и увеличивают их концентрацию, достаточную для формирования импульсов сверхизлучения. Естественно, что под воздействием таких импульсов часть клеток в живом организме должна подвергаться жесткому воздействию. Я думаю, это реально и происходит. Вы можете в интернете посмотреть множество свидетельств онкологических больных, которые на четвертой стадии заболевания начинали заниматься интенсивной физической нагрузкой. И они выкарабкивались, уже когда метастазы пошли по всему организму. То есть, по всей видимости, это связано с тем, что под влиянием мощной физической нагрузки в организме усиливаются реакции холодного ядерного синтеза, что было показано еще во французском центре ядерных исследований. И поэтому мощнейшее излучение, которое лежит в области жесткого ультрафиолета или мягкого рентгена, воздействует прежде всего на быстроделящиеся клетки, что и приводит к уничтожению опухоли. Ну, а что касается влияния катализаторов в реакции холодного ядерного синтеза с присутствием катализаторов, то их роль также сводится к накоплению определенных частиц, которые вступают в реакции, скажем, протонов в катализаторе и их ориентации. То есть, механизм, в общем, везде один и тот же. Ну, а что касается борцов с холодным ядерным синтезом, то надо здесь сказать прямо, что это не просто враги науки, а это враги человечества, которые ведут его к погибели. Поэтому на этих борцов с холодным ядерным синтезом и другие технологии просто не надо обращать внимание здравомыслящим людям. Спасибо за внимание.